так еще раз значит в дискорде меня видно и слышно да отлично видно и слышно на твиче замечательно давайте тогда собственно говоря приступим на прошлом занятии мы выяснили что объектная модель которую мы джаве и джава скрипте считали за данность на самом деле это весьма легко эмулируемые артефакты на коже при желании мы можем сделать и то и другое это не составляет каких бы то ни было проблем вот а во второй части мы узнали что мы можем построить весь необходимый нам мир из функций вот в том числе числа структуры данных и так далее и тому подобное в этом смысле функциональные языки программирования они вот внутри себя полны мы можем из них построить все что нам надо вот сегодня мы рассмотрим время постоянно ничего нибудь интересного на уже известном и вам теме собственно говоря построим парсер но будем это делать совершенно не так как мы это делали в джаве или в джава скрипте вот я постепенно построю его из нескольких слоев снизу вверх поначалу будет непонятно к чему происходит то что я делаю но в конце концов у нас все получится давайте начнем с базовых определений вот они будут начинаться со знака минус да я буду слова из разных слоев определение начинать с разных значков вот например с минуса самый базовый слой return то сейчас я определю устрою небольшую структурку данных для возвращаемого значения парсеров в целом что такое будет у меня парсер который и возвращает тип т заметьте что это разумеется совершенно не синтаксис кожа вот он будет принимать строчку и и возвращать значение типа т и вторую строчку как то будет работать он будет парсить префикс исходной строки выделять оттуда значение т и возвращать его плюс не распаршенную часть вот такая вещь собственно говоря нам нужно вот это вот пара для возвращения return нам ее и вернет у меня будет значение и хвост дальше мне нужно как-то их возвращать например буду возвращать его в виде соответствующей мапы то есть в элью в элью и соответственно тэйл так давайте дальше я доопределил как не из этого значения полу из-за такого возвращаемого значения получить реальное значение для типа нужно разумеется взять у него просто в элью соответственно можно вот даже вот так дальше то же самое для хвоста вот и теперь представим себе что должно произойти когда я прошу парсер который парсит числа по парсе строчку abc но заметил в этой ситуации должен вернуть число и не распаршенных хвост как бы вы поступили в этой ситуации вернуть нил да совершенно справедливо в коже вполне здрава идея вернуть ничего в java это было бы нул в коже это будет нил вот и поэтому нам нужно еще какой-то способ узнать то что то что мы вернули это что-то корректное заведем себе функцию valid которая будет проверять нил или не нил ну проще это сделав сконвертировав в буллиан окей теперь функция которая будет показывать нам результат собственно два основных варианта если результат корректный то давайте мы его покажем как соответственно так и в элит резалт то это будет строчка из стрелочки строкового представления значения вот и потом будет палка и хвост строковое представление хвоста так и собственно говоря так это будет шоу а в противном случае я допустим покажу просто восклицательный знак типа не подходит вот и следующая полезная функция табулейт она принимает уже партия и какое-то количество входов окей давай вот что я буду делать понятно что я возьму и преобразую все входы результаты мне не нужны поэтому вместо map я использую run вот дальше мне дадут вход input потому что я сделаю run для всех возможных входов вот и соответственно что же я здесь напечатаю если у меня будет input давайте я напечатаю то что мне выдали вот потом напечатаю то что у меня получилось и перевод строки вот значит что мне выдали выдали мне input давайте чтобы с кавычками тоже через prstr вот потому что у меня будут концевые пробелы и всякие подобные вещи хочется чтобы я видел где они находятся вот и в качестве второго аргумента я должен показать результат парсера на этом входе так сейчас а input вот здесь окей заметьте кстати да давайте я начну с подчеркивания так же как функцию show первый уровень у меня был минусы это детали реализации результата дальше этим нигде не буду пользоваться я всегда буду пользоваться только теми четырьмя функциями которые я определил вот а с подчеркивания это уже какие-то простейшие функции и собственно говоря самый простой парсер который можно сделать парсер который не парсят ничего а именно парсер пустой префикс вот соответственно это будет функция которая возвращает то что ей дадут как она будет устроена смотрите ей дадут строчку вот в качестве результата ну то есть она вернет в качестве результата она очевидно вернет value а в качестве хвоста что она должна вернуть строчка да ту самую исходную строчку а дальше мы видим что мы просто возвращаем последний аргумент то есть это partial return value partial return value окей ну и давайте потренируемся на табулейт empty будем возвращать допустим единичку и возьмем пустой вход и какой-нибудь не пустой вход посмотрим что у меня получится табулейт распарсил пустой вход оставив ничего распарсил не пустой вход оставив весь суффикс и разумеется он вернул в обоих случаях единичку и того замечательный парсер который парсит пустой префикс следующий будет парсить символы char так я ему выдам предикат который говорит хороший это символ или нет как он будет устроен я опять же получу строчку она будет состоять из первого символа и всех остальных символов процент дальше я проверю что если первый символ существует а если он удовлетворяет предикату процент процент разумеется я их скомбинирую с помощью н но то мне нужно что то вернуть что логично вернуть парсеру который парсит одну букву подскажите мне он должен попарсить одну букву удовлетворяющую условию ну оставшуюся часть наверное ну оставшуюся часть он в любом случае вернет а в качестве значения что ему вернуть ну и само значение которое распарсил логично вернуть собственно говоря само значение а дальше я цинично пользуюсь в том что если if вернет false у меня нету второй ветки там автоматически будет ну это ровно то что мне надо давайте попробуем tabulate char заведу себе множество из символов a b и c вот и попаршу a a с хвостом там не знаю b c x x с хвостом давайте смотреть a распарсилась на a и nil а с хвостом на a и остался хвост так у меня видимо шоу я забыл в шоу сделать так сейчас у меня был шоу и был tabulate вот такой ауч я здесь забыл лишний раз сделать str потому что tail у меня может быть иногда последовательностью поэтому я хочу здесь еще ему сделать apply str для профилактики чтобы не смотреть на последовательность смотреть именно на строки вот и теперь вроде бы у меня да здесь остался хвост после b было c x не попаршилось и с хвостом не попаршилось вроде бы ровно то что нам нужно дальше функция оу да map которая будет преобразовывать результат а именно мы ей передадим соответственно f то есть функцию которую применяем и результат ну понятно как она будет устроена если результат правильный то просто-напросто вернем новый в качестве значения это результат применения f на значение из результата а в качестве хвоста что у нас будет пустая строка нет у нас же уже есть в результате хвост и очевидно от того что мы к f применили какую-то функцию хвост вроде меняться никак не должен то есть мы его должны честно скопировать окей давайте попробуем значит у меня это должна быть композиция из partial map ну допустим я помаплю character to uppercase вот вот я ему помаплю зачем мне здесь partial map потому что здесь у меня вернут result и к этому резалту я вот частично применю собственно говоря мое преобразование взяв его в качестве второго аргумента оп так и мы видим что я где-то проиграл так если корректный результат то казалось бы делаем ровно то что требуется подождите так то есть вот так вот работает хорошо давайте напишу явно у меня здесь будет и а там не надо f в скобочке что там в последней функции f не в скобочках вроде бы так не должно быть так относись на value result да 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 вот здесь вот это f отрезал а там хвост о это вы внимательно но нет к сожалению это мне все еще не помогло хорошо давайте собственно говоря попробуем руками а там разве не должна быть ваша функция map с подчеркиванием вы там вы там просто а вот это вот конечно аргумент о отлично смотрим здесь uppercase прекраснейшим образом подействовал как ожидается разумеется в нераспарженных случаях ничего интересного не произошло и хвост тоже никак не меняется окей следующие функции которые будут уметь комбинировать наши парсеры собственно говоря лекция называется комбинаторные парсеры и смысл в том что мы будем строить комбинации из наших парсеров так вот простой комбайн он берет два парсера и применяет их один за другим также ему нужно вернуть одно значение он у меня получается два поэтому я приму еще функцию которому мне из значения выданного первым парсером и вторым парсером сделает новый результат как это все будет устроено значит у меня есть строчка сначала давайте я применю парсер а он у меня по определенным причинам которые мы обсудим так подождите чуть в будущем может быть ленивый поэтому я ему сделаю форс форс а применю его к строчке и назову что это результат по а так тогда какие у меня бывают варианты собственно говоря если результат корректный то есть а успешно отработал то что-то буду делать а если он не отработал успешно то есть вот я сначала хочу применить парсер а потом на хвосте оставшийся парсер б но парсер а не смог отработать что я должен вернуть в этой ситуации то есть допустим я парсил сначала число а потом идентификатор но строчка начинается не с числа могу я такую строчку распарсить нил да то есть мне опять же я возвращаю нил в нашем случае ничего хорошо здесь же что я должен буду вернуть если у меня есть значение а давайте давайте посмотрим у меня есть как минимум следующая штука которую я легко получаю есть b примененная на хвосте оставшемся от а вот это мы знаем пара из значения а к паре у нас как раз есть функция map которая отличнейшим образом ее преобразует окей соответственно здесь мы получим значение b вот и должны будем вернуть а собственно да мы должны будем вернуть функцию f примененная к значению b и к значению а где мы получим значение для а напоминаю что у меня есть результат парсера а в котором это значение содержится как я его тут достану кажется должно быть очевидным что я здесь просто напишу value ар так только здесь не fb разумеется fm то есть этот парсер мне выдает второе значение для b я его принимаю и возвращаю то что мне необходимо так теперь нужно разобраться со скобочками кажется вот так вот со скобочками я не проиграю а можете напомнить что форс делает форс мы обсуждали две пары назад если у меня будет что-то какое-то вычисление полученное с помощью delay ленивое то форс заставит его в явном форме вычислиться если же оно было уже как минимум один раз вычислено или это не задержанное вычисление то он просто вернет свой аргумент ничего не делая вот в будущем у меня будут парсеры которые будут зависеть сами от себя я не могу это определить непосредственно потому что я получу бесконечную рекурсию я воспользуюсь тем самым трюком с форс и дилей который мы уже использовали ладно давайте проверим как работает комбайн вот для этого я скомбинирую парсер который будет парсить ABC и парсер который будет парсить ну допустим XYZ так ну давайте посмотрим значит АХ должно корректно парситься АХ с хвостом должно корректно парситься BY должно корректно парситься XX с хвостом вроде бы не должно парситься там Q с хвостом тоже не должно давайте посмотрим так я комбайну говорят я передал А и мне нужна еще какая-то функция которая мне их как-нибудь скомбинирует ну допустим скомбинируем ее с помощью функции STR окей здесь мы все начинается АХ АХ хвост остался BY вот АХ и кушечки не парсер все как вполне ожидается и того запускаем первый парсер запускаем второй с помощью функции F объединяем их результаты есть ли вопросы по функции комбайна запускающей парсер один за другим видимо нет тогда следующая функция AIDER она также принимает два парсера и пытается запустить первый если не удается то запускает второй значит у меня все еще будет строчка мне все еще понадобится результат применения первого парсера на этой строчке и дальше у меня есть выбор если первый парсер вернул корректный результат то я должен его и вернуть вот если же второй парсер вернул некорректный результат что я должен сделать то есть я теперь хочу запустить второй парсер на том же самом входе вернуть результат от второго парсера да всего-навсего применить второй парсер на ту же самую строчку и вернуть результат окей давайте посмотрим на как себя ведет тейзер на том же самом входе то есть смотрим если строчка начинается с A B C или X Y Z то это отлично работает неважно либо первый парсер либо второй если она начинается с чего-то странного то вполне ожидаемым образом не работает то есть вот такой простенький выбор из пары парсеров первый который сможет распарсить выигрывает если по нему какие-то вопросы как так выходит что аргумент стр не конфликтует с встроенной функцией по имени неважно это локально определенное значение в укложе локально определенные переменные всегда имеют разумеется более высокий приоритет ровно так же как в я могу определить локальную переменную с именем которая будет аналогична именю поле и это будет совершенно нормально работать с локальной переменной то есть если вам не нравится здесь стр можно назвать его там input еще как нибудь но в целом это никакого ну никакой разницы при этом разумеется не будет еще вопросы хорошо теперь давайте сделаем функцию которая парсит все целиком парсер вот вот тут можно было бы сделать двумя способами способ номер один попарсить и проверить того что в хвосте у меня ничего нет вот способ номер два который собственно говоря я сейчас использую я просто добавлю в конец новый символ fun str так значит у меня к окей да вот тут вот конечно str str это плохо in так input к input добавлю символ с кодом 0 вот и теперь я его хочу попарсить как я его буду парсить я возьму исходный парсер но он эту строчку очевидно не попарсит он не должен ожидать что там 0 для этого я его скомбинирую тут у меня будет какая-то функция которую я подумаю попозже а здесь очевидно будет парсер который принимает только символ с кодом 0 благо такой-то парсер я сейчас легко напишу окей а теперь давайте посмотрим здесь первым аргументом я получу соответственно результат парсера вторым аргументом я всегда получу символ 0 он мне не очень интересен то есть здесь будет функция принимающая значение и не важно что возвращающая значение давайте проверим вот у меня здесь благо есть примеры map v так вот такой вот целиком сделанный парсер и посмотрим что у меня получится так комбайн я передал неправильное количество аргументов так раз аргумент два аргумента да дальше я должен конечно же его применить так так сейчас да вот так я его применю и у меня все получится так нет я очевидно проиграл да проиграл я несколькими очевидными способами здесь v это результат и я его хочу собственно говоря вернуть то есть здесь очевидно будет value от v так еще раз значит вот определение парсера да я собирался брать value а не 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 здесь здесь это как раз значение вот снаружи нужно взять от него value вот так так и единственное что я таким способом смог попарсить это вот эту строчку судя по всему x и это очевидно а это ether parser да давайте лучше combine с str попробуем ок а x это целиком валидная строчка by целиком валидная строчка эта строчка почему некорректная хвост да у нее есть хвостик который не подходит вот эти строчки вообще не на то начинаются то есть я получил вполне ожидаемые результаты и того смотрите я сейчас определил несколько функций которые знают что мы парсим строчки то есть вот ну на самом деле они не то чтобы очень знают что мы парсим строчки они знают что мы парсим то что подходит под функцию char но все таки я здесь в явной форме оперирую со входом здесь явно беру вход соответственно в ether мне явно нужно получить вход и что-то с ним сделать в combine тоже я получаю вход и явно с ним что-то делаю на следующем уровне я не буду с этим делать я просто буду уже комбинировать те парсеры которые у меня есть вот собственно давайте плюсик это вот простейшие а здесь скажем их более удобные версии например parser плюс char вот я ему передам набор символов а он мне сделает парсер который парсит любой символ из этого набора на самом деле же понятно что это мой char parser с предыдущего уровня которому я передам просто множество из тех символов которых у меня есть зато теперь здесь я могу например писать не char такое abc а плюс char здесь abc а здесь xyz то есть смысл совершенно не поменялся но явно стало удобнее дальше определю char нот который символ не отсюда как он будет работать вроде бы вполне понятно мне нужно взять множество которое я использовал и сейчас да и сделать его композицию с нет то есть сначала применю предикат который говорит множество или нет и потом применю к нему нет окей давайте попробуем здесь написать char нот да занятно что у меня действительно нет ни одного примера в котором второй символ не язык yz например если я сюда добавлю а с хвостом то это вполне отработает то есть char нот парсят все символы кроме в явной форме перечисленных дальше мап следующего уровня он будет мапить уже не результат а целиком парсер вот значит как он у меня будет устроен сейчас а ну понятно значит я должен взять парсер он не выдаст на строчке результат поэтому я его скомбинирую и у меня есть мап предыдущего уровня который применяет f к результату и так я ему выдал не все аргументы то он будет спаршал вроде бы очень похоже ну давайте попробуем так давайте какой-нибудь пример из хотя ладно не с этим я думаю я вполне ну хотя нет это не содержательный пример так давайте вот я здесь возьму пример с чаром и скажу что я хочу а ну собственно ко всему этому парсеру применить применить клор жур кор а клор стринг наверное стринг апперкейс верно вот давайте попробуем и посмотрим что у меня с этим получится так скобочки нет так я парсеру передал неправильное количество аргументов так нет здесь вот я передал комбайн это правда а да потому что я не там закрыл скобочку скобочку надо закрывать вот здесь и вот так вот действительно смотрите все преобразовалось в верхний регистр вполне как мы ожидали то есть у меня теперь операция map взять то что выдал парсер и применить к нему какую-то функцию следующее поначалу выглядящая очень странная функция она будет называться ignore вот на самом деле она будет даже не вполне функция она будет заменять любой результат который powerparse на константу ignore вот ладно давайте я его честно напишу сначала значит я хочу проигнорировать результат парсера как я это сделаю я с помощью плюс map заменю его на ignore вот и напишу вот так после чего соответственно выяснится что здесь я аргумент брал немного зазря я могу это сделать сразу же с помощью partial вот так и соответственно вот так ну давайте проверим допустим добавив а если я сюда добавлю ignore то я конечно же проиграю потому что здесь str здесь uppercase говорится сложно давайте что-нибудь попроще сюда напишем например я буду а ну собственно почему бы не все еще не написать плюс ignore здесь и посмотреть что я получу строчку ignore вместо второго аргумента ну да вот ignore и ignore если здесь взять допустим не str а функцию ab возвращающую ab то я честно получу соответствующие вектора и того функция ignore просто игнорирует результат свой результат то есть она проверяет что он корректный если да вместо него возвращают специальный токен ignore есть ли вопросы по тем функциям с плюсиком которые я определил до данного момента окей будем считать что нет и сейчас я научусь конкатенировать строк списочки игнорируя в явной форме ну вот те самые явные игноры для этого я себе заведу icon который будет добавлять результат у меня будет коллекция у меня будет значение вот и дальше если значение это ignore то то я его просто проигнорирую вот то есть верну просто коллекцию а в противном случае добавлю в эту коллекцию значения так call и value правда ведь да call и value вот соответственно то есть если я возьму и попытаюсь к списочку из 1 2 3 добавить ignore то он не добавится а если все что угодно другое то оно будет получше добавиться вот и следующая операция построение последовательности из произвольного количества парсеров у меня будет функция f которую я собрался применять и у меня соответственно есть произвольное количество парсеров я хочу запустить их все последовательно получить аргументы для функции f и эту функцию применить собственно говоря понятно что мне здесь поможет reduce вот я буду редюсить парсеры по одному сейчас подождите дайте подумать вот да начну с базового парсера который мне вернет ничего теперь у меня есть соответственно парсер для хвоста и новый парсер для чего-то другого я их должен объединить так сейчас ну собственно паршал давайте я их скомбинирую и применю между ними соответственно icon так теперь у меня в конце есть функция f правда сейчас а давайте я собственно пока сделаю без f плюс сек вот так теперь давайте попробуем собственно вот здесь у меня был abc был ignore x y z и теперь я их буду комбинировать с помощью плюс сек давайте я верну tabulate для наглядности tabulate так значит здесь плюс сек из ignore и x y z так ну и давайте для интереса о вот что сделаем давайте я здесь добавлю плюс char вопросик который буду в середине игнорировать вот и соответственно x y z так сейчас я запутался со скобочками так значит последовательность из буквы abc обязательного вопросика x y z так и со скобочками вот так к сожалению ни одна из этих строк очевидно не подходит потому что не содержит вопросик но можно вот например сюда их подобавлять во всякие разные места и посмотреть что действительно это вектор содержит a и x и промежуточное значение было успешно проигнорировано вот и с помощью сек я могу таким образом сюда писать совершенно произвольное количество парсеров например могу здесь попросить еще хвостик тогда он тоже будет сюда попадать вот есть ли вопросы по тому как устроен плюс сек то есть плюс сек он просто редючит парсеры да да то есть он берет и применяет все эти парсеры по одному и возвращает вектор в котором результаты применения каждого парсера одного после другого вроде бы достаточно простая штука вот еще раз зачем нам empty в начале зачем что empty в начале empty смотрите я должен редюс начинать с какого-то парсера вот пока у меня нету пока я не прочел ни одного значения то у меня очевидно должен быть что-то пустое ну в данном случае пустой вектор а для того чтобы мне вернуть этот пустой вектор как-то подставить то есть мне нужен парсер который ничего не делает и возвращает пустой вектор так это же есть парсер empty который действительно ничего не делает и просто возвращает то что ему дали еще вопросы окей секф так и будет с функцией вот ну и понятно что я просто возьму ф и применю видео а ну да тут давайте я сразу же напишу плюс сек от ps и теперь нужно применить собственно казалось бы это паршал apply f вот то есть я говорю что я хочу применить apply вот тому что мне передадут и соответственно так apply не хватает аргументов то я пишу паршал сказав что мне его сейчас передадут окей так какой-нибудь пример какой-то пример заготовлен давайте посмотрим нет какой-то не очень а нет кстати сойдет вот тот же самый пример просто еще применим str чтобы получать строчки а не отдельные символ так и я где-то очевидно проиграл так sec f f и парсеры о я здесь зачем-то поставил квадратные скобочки которых здесь будет не должно но нет все еще так ладно давайте начнем с простого вот так вот это точно должно а нет подождите это даже так не работает да и даже понятно почему потому что здесь нужно применить ко всем аргументам поэтому здесь тоже apply так давайте я здесь уберу хвост чтобы было побольше всего попадало и видим что действительно это теперь строчка а не отдельные символы как нам ну как было до этого вот можно сделать допустим комп и заодно ложу string uppercase будут соответственно все больших букв и так далее вот окей и того sec просто принимает набор и складывает их в вектор парсер запускает по очереди и складывает результаты в вектор а secf и применяет к нему функцию а теперь давайте представим что это не кложа а что-то типизированное какой должен быть тип у функции secf давайте подумаем то есть смотрите она принимает какую-то функцию из там тип первого аргумента тип второго аргумента и так далее тип н аргумента тип возвращаемого значения это f дальше мы должны передать кучу парсеров соответственно t1 p от t2 и так далее p от tn и если нам выдадут все вот это вот добро то мы готовы из этого построить соответственно парсер выдающий r проблема в том что например в системе типов которая у нас есть в javet просто не записать начиная от того что у нас нет типов с переменным числом параметров вот и начинает потому что просто выразительной системы типов javi недостаточно в целом существуют языки с достаточно выразительными системами типов но как показывает опыт они и так уже являются функциональными и в некотором смысле им это уже не особо нужно но смотрите мы не можем выразить тип функции ckf на javet поэтому нам скорее всего никогда в голову не придет даже попытаться ее написать потому что на javet так совсем 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 не пишут но как мы увидим это очень полезные вещи и мы это будем активно использовать окей давайте следующее or применяет первый из парсеров ну в целом это вообще совершенно простая вещь это просто reduce сейчас да давайте мы как минимум один попросим тогда это будет честный reduce p и ps а reduce мы будем с помощью aether то есть aether напоминаю выдает значение первого если попарсовалась и значение второго если не попарсовалась reduce как раз нам построит хвост распарш ну вот парсер который парсит хвост и выдает нам парсер для последнего элемента который мы должны вернуть и ровно это нам aether сделает давайте попробуем так тут все опять же сложно давайте попробуем или a b c или игнорируемый вопросик или x y z выглядит вполне разумно как работает значит здесь а все нормально здесь из первого здесь из третьего давайте добавим сюда просто вопросик чтобы удостовериться что это тоже работает то есть да и вместо него мы явно договорились за счет игнора указывать вот выводить ровно игнор то есть все как мы вполне ожидаем мы передаем набор парсеров и возвращается значение первого которому удалось распарсить наше выражение и того такая простенькая альтернатива есть ли вопросы по последовательностям и альтернативам вроде бы понятно устроены но тут всегда есть всякие разные веселые подводные камни нет окей следующее необязательный парсер то есть он берет п и не обязательно его применяет ну то есть если применился хорошо вернули результат если не применился то мы считаем что все хорошо мы просто не должны ничего съесть при внимательном рассмотрении это просто ор из нашего парсера и пустого парсера когда отработает этот все будет хорошо если начнет работать то он не съест ничего и вернет ничего а хвост останется ровно тем которым надо давайте проверим оп необязательный abc от вот этих кучи строчек вот действительно если начинается с a b или c то мы парсим и возвращаем хвост в противном случае нил и возвращаем все что нам было подано на вход все вполне очевидно дальше старт парсер который повторяет несколько раз ну столько раз сколько сможет то есть у него есть парсер старт будет рекурсивным вот давайте собственно его определим через letfn letfn так нет сначала вот так вот аргументов у нашего рекурсивного парсера не будет и дальше что он делает у него есть два варианта он может либо применить наш парсер если все будет хорошо либо соответственно если он не сможет применить наш парсер то казалось бы логично что он должен вернуть ничего вот так сейчас то есть здесь а нет не так смотрите здесь последовательность из парсера и вызова нашего же парсера еще раз прямо мы его вызвать не можем поэтому вызовом сделаем вот и мы их должны как-то объединить с чем того что мы добавляем элементы в начало то вполне логично здесь сделать конс либо если мы не сможем применить наш парсер первым вся эта конструкция целиком так сейчас так так вся эта конструкция целиком не сработает и в таком случае мы должны вернуть ничего казалось бы правда ведь да давайте собственно говоря вернем ничего и стартовать будем с пустого списка благо мы знаем как он устроен ок и теперь наш парсер просто его вызовем давайте проверим стар abc ну и куда-нибудь добавим побольше всяких разных буквок так я проиграл так смотрим secf парсер delay rec тут вроде все норм здесь empty пустой вызываю я его в явной форме здесь один раз и вызываю я его в явной форме здесь один раз где я мог а там нужен force что а ну да хочу ли я здесь force нет потому что secf внутри вызовет себя комбайн и там он в нужный момент сделает force так тем не менее мне говорят что я с empty чем-то ему мой empty сурово не понравился интересно знать чем сейчас то есть я получил так letfn reg у меня должен быть или последовательность из парсера и выжать еще произвольное количество повторений или пустой парсер который мне выдаст пустую строчку пустой список с которого я и начну концами строить то что мне надо я считаю что это должно работать так если я нет со скобочками я вроде бы нигде не ошибился так и допустим вот даже так оно уже не отработает у меня в плюс хорошо давайте сначала вместо плюс set f попросим просто последовательность из этого и того будет ли это работать нет это все еще не будет работать точно не нужны форсы вот вы хотите вот сюда форс нет когда мы вызываем еще раз куда вот когда просто вот сюда форс нет сюда форс кажется совершенно бессмысленным так ууу сейчас defn честный парсер рек да здесь честно репурсивно вызвался так ладно интересно давайте попробуем сначала потестить наш сек вот в такой ситуации значит я ему передам abc 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 и он здесь честно выживет abc столько раз сколько надо а если я ему здесь передам apt вот так я ему передать допустим не могу допустим если я ему передам вот так то так 2 abc вот это тоже теперь должно так подождите вот abc таким парсером не парсится это кажется явной проблемой то есть aaa парсится а вот так вот не парсис следовательно либо проблема в плюс сек о вот это мы сейчас развлечемся так значит у нас есть мы делаем редюст паршал комбайн empty парсер скажется это ровно то что я хочу сейчас интересно нет так да это ровно то что я хочу проверю очень очень похоже да то есть сек у меня правильный так я конечно мог в опте так значит что такое опт так вот да сажать необязательный abc интересно а если соответственно я скажу к этому плюс сек плюс char abc проиграю или я так так здесь я получил кучу нилов и это всех устроило если я сюда добавлю аа то он будет необязательный и это все отличнейшим образом работает так интересно но при этом если я добавлю сюда плюс char abc то оно ааа не 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 все 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 сейчас подожди так подождите еще раз значит вот такой пример вот и я хочу да нет вот да я хочу еще символ abc и казалось бы во первых это должно работать на трех буквах а оно работает но на двух буквах а это тоже должно работать оно не работает на двух буквах а говорится Houston у нас проблема хорошо давайте скажем что это combine str от вот этого добра это мне не поможет разумеется если я здесь сделаю тоже combine str то мне ааа может нам опт в последнем прошу прощения тут я сам себя обманул у нас жадные парсеры вот когда они могут есть они съедают поэтому эта строчка не подходит так как этот парсер съел первую букву а этот парсер съел вторую букву а этому парсеру съесть нечего то есть она подойдет если мы здесь напишем x y z да теперь а успешнейшим образом скушалась то есть с оптом у нас все-таки все хорошо и проблема у нас так если у нас проблема с or кажется с or у нас проблем быть не особо должно потому что or это очень простая штука можно я ее достану вот то есть взяли и заредюсили эйдер вот и отлично работает или а или б или ц так это мы сделали и теперь казалось бы наша звездочка вот так вот определенная так и работает ли она вот а теперь с чем того что я получу а я получаю стек оверфлоу то есть я где-то не доделал я где-то что-то пожрал жадно это я конечно зря так у меня это or or это был or базировался на эйдер к сожалению у меня нету простого способа достать текущее определение эйдер вот видимо я где-то там что-то не дофорсил так значит валид просто так вот эйдер форсит а форсит б когда надо и все да б форсит только когда надо теперь поверх этого я определяю or как последовательность через редюс так теперь поверх этого определяю звездочку как последовательность и если я еще где-то не налажал то у меня не было бы стек оверфлоу ладно давайте попробуем узнаем когда нас вызывают так я здесь честно поставил дилей я его не забыл да и видим что меня вызывают много много раз хотя очевидно не должны были так я где-то добавил лишний форс и еще я мог очевидно в комбайне это сделать к сожалению там это тоже возможно так вот был у нас замечательный комбайн который форсил b только тогда когда надо вот поверх комбайн был сделан сек поверх сек был сделан сек f был собственно говоря сделана звездочка так и о да отлично все таки я значит в комбайне где-то лишний раз сделал форс бывает смотрим звездочка честно выжирает столько сколько нужно раз вот сколько у нас есть буквок а столько она его честно и пожрет ок следующий комбинатор который нам понадобится это плюсик значит звездочка ноль или большее число раз как звездочке сделать плюсик который жрет один или большее число раз есть ли какие-нибудь предложения обязательно один что чаря обязательно один да с сек попросить что сначала мы возьмем парсер вот и добавим в начало выполнения ну к звездочке вызов первого парсера плюс стар соответственно от парсер парсер отлично так ну давайте посмотрим значит со звездочкой вот здесь нормально работает потому что есть как минимум одна а с плюсиком эти места занимаются что нет как минимум одну букву а вы должны бы иметь ок следующая полезная функция плюс стр а да если вопросы по необязательным соответственно звездочке и плюсику я понимаю что я долго пытался разобраться в чем проблема в звездочке там были проблемы в том что я в комбайне написал случайно лишний форс кажется кто-то что-то попытался сказать но я ничего не понял а да есть вопрос по поводу плюса почему там был именно sec f а не sec потому что здесь был sec f cons я хочу добавить то есть у меня плюсик возвращает список того что взял и я вначале с помощью конца ему добавляю еще один элемент попавшенный парсером еще вопрос нет вопросов отлично продолжим так а да я забыл еще сделать говорят sec n я приму n и парсер а и кучку парсеров вот применю все эти парсеры возьму их значение так паршал а ну собственно вот да здесь у меня будет values и я возьму из них n элемент n values n соответственно вот в какой нибудь такой ситуации я могу сказать что начало меня не интересует конец меня не интересует а вот в середине я хочу только то что там будет давайте попробуем то есть у меня xa должно парситься я должен возвращать только a так sec n так еще раз n и парсеры так ну во первых здесь конечно apply я забыл совершенно зазря так теперь sec n говорят я передал многовато аргументов но кажется я им могу передать произвольное количество аргументов что делать sec n sec n он принимает набор значений и выделяет из него nt так вот да собственно values не применят с помощью apply то есть это вот так нужно написать да то есть видите он выделяет у меня здесь нулевое значение первое и второе оно выделяет только среднее ну конечно когда может когда не может говорить что попарсить нельзя вот это будет удобно в тех случаях когда мне нужно выделить что-то обрамленное какими-то дополнительными значениями вот и еще полезный последний вроде бы str просто будет применять кучу парсеров а да сейчас а даже один просто парсер будет преобразовывать делать применять функцию str к нему то есть это будет partial apply str ко всем аргументам и соответственно здесь парсер вот можно взять вот это сказать ему а str от допустим последовательности вот этих парсеров и собственно говоря получить строчку ровно как мы и ожидали вот и того наша подготовительная деятельность вроде бы закончилась сейчас мы начнем парсить JSON соответствующие функции будут начинаться со звездочки начнем с простого функция digit то есть что один символ def да окей давайте посмотрим что такое один цифра кто может сказать в наших терминах чар от 0 до 9 окей очень простая вещь теперь давайте посмотрим что такое допустим число число это вроде как не пустая последовательность цифра правда ведь давайте попробуем так табулейт не пустая это вроде плюс о да это плюс сейчас исправлю табулейт звезда номер там 1 2 3 хвостик 1 2 3 без хвостика а попарситься не должно вот да и мы выясняем что а я считаю что так может быть хотя мы знаем что нет это действительно плюсик окей это не начинается с числа правда вместо числа мы получаем последовательность цифр ну давайте во первых из последовательности мы сразу же сделаем строчку для этого у нас как раз есть плюс стр так сейчас можно я вот совмещу чтобы каждый раз не переопределять вот теперь строчка как мы в коже из числа записанного строчку получим реальное число то есть понятно что при необходимости мы можем сейчас в явной форме написать цикл который пройдет по всем этим цифркам возьмет их код и все сделает но это неинтересно какую мы функцию знаем которая нам позволит попасть число read string а у нас же есть read string соответственно мы просто ее применим с помощью map read string проверяем действительно эти начинаются числа 1 2 3 это ни с чего не начинается итого мы уже умеем парсить числа и так сейчас давайте я еще диджит сюда возьму вот и не сказать чтобы это получилось прямо скажем особо многословно хорошо давайте научимся парсить допустим строчки в целом что такое строчка вот строчка в json она должна начинаться с кавычки то есть это последовательность вот в которой в начале ну ладно наверное так нехорошо делать мы договорились что там строчка символ кавычки в конце символ кавычки а в середине какое-то количество не кавычек окей какое-то количество в том числе нулевое это мы знаем что звездочка а не кавычки но у нас есть чарнот так теперь нужно разобраться со скобочками а так ну и нужно на чем-нибудь потренироваться стринг например вот это очевидно корректная строчка это корректная строчка с хвостом это корректная строчка с каким-то содержимым вот это некорректная строчка несмотря на то что начинается вроде как корректная это тоже некорректная так да очевидно здесь нужно было не забыть сделать давайте я сюда сделаю плюс str вот и да здесь ничего здесь ничего кстати да давайте сделаем такую же с хвостом xyz пусть будет вот и дальше понятно что у нас в нулевом индексе всегда в кавычках и в индексе 1 всегда кавычка правда ведь то есть они нас не интересуют поэтому мы здесь вместо сек воспользуемся сек n1 вырежем ровно середину и того строчка еще честные джейсоновские строчки они начинаются с кавычки дальше произвольное число не кавычек заканчиваются кавычкой все вполне ожидаемо что мне придется поменять если я захочу поддерживать строчки которые разделены не только двойными кавычками но и одинарными ор 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 что вместе ор от чара с двойными и чара с одинарными нет нет если я вот здесь начну то есть вы предлагаете вот так да так так и вот так я понял я понял что проблема нет тогда у меня конечно в двойных кавычках не сможет быть одинарное и наоборот понятно что мне здесь нужно будет сделать большой ор снаружи но с совершенно понятной структурой окей с числами разобрались со строчками разобрались давайте разберемся с допустим пробелами пробел это очевидно пробел или табуляция или перевод строки или еще что-нибудь понадобится допишем так дальше white space я его собираюсь игнорировать поэтому я ему сразу же напишу плюс игнор игнор вот это последовательно с пробелов которые я могу пропустить то есть это один или больше ой ноль или больше число пробелов то есть звездочка из пробелов так так опять же пример какой-нибудь с табулейтом давайте быстренько сделаем так вот раз два три слэш т и какой-нибудь хвост ой тут стринг в с а вот в сказал что нужно все проигнорировать хвост оставить если ни одного пробела не будет то можно будет не делать ровным счетом ничего то есть это такой игнорируемые пробелы хорошо следующий пример ноль мы знаем что это такой литерал ноль как мы его определим он вроде как должен состоять из четырех подряд идущих букв ноль просто сек из четырех парсиков да совершенно совершенно вот это должен быть сек из плюс чар н у л л вот понятно что мы на самом деле не хотим ничего возвращать давайте мы напишем constantly ckf constantly null специальное наше значение для нулов оу так я проиграл нет нет и давайте опять же потестируем так подождите скобочка потестируем что если я здесь где-нибудь напишу в начале нул то он ой съестся так подождите только у меня а потому что ну конечно вот так да он съелся если здесь будет нул с хвостом он тоже съестся если здесь будет нул без достаточного количества букв либо с чем-нибудь странным после этого то это разумеется работать не будет понятно что ровно так же я могу сделать любое ключевое слово просто это последовательно с буковок при необходимости я разумеется напишу функцию которая просто генерирует соответствующий парсер тоже никаких проблем хорошо дальше я хочу идентификатор для этого мне нужны буковки и что я для этого сделаю я возьму символы от 32 до 128 не включить ну вот кучка символов и профильтрую их по Charakter Isolator так теперь нужно их очевидно давайте apply str нет так нужно преобразовать в символ господи а для этого им нужно сделать map v Char о да смотрите мои отличные буковки вот и соответственно теперь я могу честно написать что letter что такое буква это собственно говоря то что получилось здесь внутри так опять же tabulate давайте проверим что там letter a b с хвостом это все правда вот просто хвост наверное неправда действительно здесь начинается с a b n l ничего можно проверить что большие буквы тоже работают все отличнейшим образом работает хорошо что такое идентификатор напоминаю что в джейсоне инентификатор ровно то же самое что в джаваскрипте и как следствие в джаве из чего состоит что-то что начинается с буквы или подчеркивания и потом набор букв либо цифр да совершенно справедливо окей с подчеркиванием у меня сложно но понятно что я его в letters при необходимости добавлю окей значит я хочу получить строку которая состоит так ну то есть в начале я с помощью конца к ней прибавлю букву а потом возьму произвольное количество букв или цифр смотрите понимаете на рассмотрение вот я написал ровно то что было сказано идентификатор это буква за которой идет произвольное количество букв или цифр совершенно вот один в один так подождите я проиграл я проиграл с определением идентификатора я его куда-то удалил так ладно вот казалось бы это он так табулейт вот я хочу табулейт и примеры так ну выглядит даже неплохо соответственно это а б максимальные строчки оу подождите а это letter да здесь identifier identifier вот да здесь выжрал ну как максимальную строчку здесь выжрал а можно проверить что если я здесь напишу 123 то все продолжит работать если вопрос по идентификаторам окей окей давайте разберемся что такое массив массив будет чуть более сложная штука это будет массив чего-то то есть я буду парсить внутри собственно говоря мне передадут парсер элементов вот я знаю что это на самом деле последовательность из в начале у нас идет открывающаяся квадратная скобка дальше у нас идет какая-то содержательная часть в конце закрывающаяся квадратная скобка поэтому я вот прямо вот так сразу и напишу то есть меня интересует только вот эта промежуточная интересная часть вот и соответственно что внутри у нас бывает хорошего давайте начнем с простого попросим чтобы там был один элемент и какой-нибудь пример у меня тут какой-то хороший пример был вроде бы заготовлен отличный пример так главное его вовремя применить а не плюс чар так подождите array это функция так это последовательность а о плюс чар здесь и плюс чар здесь там был извините не тот чар написан ок смотрим действительно в этих примерах аккуратно собранных у меня только этот случай когда элементы внутри ровно один как не обработать случай с нулем аргументов с нулем элементов дамы и господа будут ли предложения но массив из 0 или 1 элемента ну кажется у меня есть для этого специальная функция optional которая делает ровно то что требуется сейчас скажите пожалуйста меня слышно в зуме да да бывает да здесь не одного элемента здесь один элемент вроде бы пока живем он берет парсер и если он может попарсить префикс то возвращает то что сказал парсер если не может то говорит то возвращает нил то есть это мы вот ровно обработали вот этот случай вот то есть отсутствие это вот этот случай присутствие это одного элемента это вот этот случай дальше Дальше же понятно, что у нас происходит. Дальше после этого у меня идет произвольное количество последовательностей из запятой и, соответственно, еще одного элемента. Правда ведь? Так, с пробелами сейчас разберемся. Так, а, и здесь, разумеется, тоже была последовательность. Последовательность из P и хвоста с запятыми. Вот, смотрите, мы уже попарсили кучу вариантов без пробелов. Но то, что мы видим, выглядит как-то не очень, прямо скажем. Ну, здесь, очевидно, вот эта запятая нам не нужна, поэтому мы здесь можем сразу же написать secn1. Так. И увидеть, соответственно, что, о, здесь у нас собирается списочек. Это то, что нам нужно. А тут к этому списочку нужно всего лишь навсего приписать элемент. Ну, казалось бы, secfcons мы уже вовсю изучили. Действительно, 1, 1, 2, 1, 2, 3 и так далее. Хорошо, теперь давайте разберемся с пробелами. Вот, видимо, что работает. Вы номер, походу, перезаписали, у вас стоку выдает. Еще раз. У вас номер строку вместо числа опять выдает. У меня номер выдает строку вместо числа. Да, это так. Вы там перезаписали случайно. А, окей, давайте. Со мной бывает. Вроде бы намбер должен был... Так, сейчас, быть устроен вот так. О, да, действительно, теперь у меня замечательные числа. Так. Теперь пробелы. Может ли до первого вхождения элемента у меня ставить пробел? Ответ да или нет? Кажется, нет. Почему? Да. То есть, кажется, что вот это корректное значение. Давайте я его добавлю. У меня, кстати, его нет. То есть, здесь вроде бы вполне могут быть пробелы. Итого, я добавляю... Здесь может быть необязательный пробел. Дальше запятая. Перед запятой, очевидно, может быть необязательный пробел. После запятой, перед значением, очевидно, может быть необязательный пробел. Так, смотрим. Мы начали парсить значения с пробелами, но вот это мы все еще не парсим. Потому что у нас не бывает пробела в конце. Но ничего, пробел в конец тоже, прямо скажем, совершенно не проблема добавить. Вот. Нужно понять только в какой конец, потому что вот это-то тоже же корректный. Просто пустой. Массив, то есть, это после опта. Вот сюда. После необязательного элемента добавим пробелчик. И смотрим. Собственно, у нас парсятся все, ровно все, что нужно. То есть, корректные массивы парсятся. Ну, а некорректные можно попробовать, разумеется, если мы тут, допустим, забудем скобочку и все подобные вещи парсятся перестанут. То есть, опять же, мы честно описали то, что мы хотим. И потом повтыкали в необходимые нам места рассказ про то, что нужно добавить пробелы. Вот. Такая конструкция мне еще понадобится. Поэтому я определю еще одну вспомогательную функцию. которая будет называться звездочка сек. Вот. Она будет принимать... Вот. Она будет принимать, чем все начинается. Парсер. И в чем все заканчивается. И, собственно говоря, я ее честно отсюда скопирую. Оу. Один раз. Так. В начале должно начинаться с символов из begin. В конце все должно начинаться с символами из end. А в середине парсер через запятую. И, соответственно, array от p это всего-навсего последовательно. Начинающийся с квадратной скобочки. Заканчивающийся квадратной скобочкой. А внутри у нас элементы, которые умеют парсить наш... Внутренний парсер p. Так. Что-то я здесь многовато удалил. Давайте проверим. Да, все прекраснейшим образом работает. Окей. Итого. Массивы, ну и на самом деле произвольные последовательности. Так. Следующее, что мне нужно? Мне нужно объектики. Объектики же на самом деле они почти как массивы, только в фигурных скобочках. И внутри содержат пару ключ-значения. Вот. В грамматике она называется member. Давайте мы ее определим. Def member. Значит, что это такое? Это последовательность из идентификатора, из двоеточия, которое мы собрались проигнорировать. Так и напишем. Ignore. После чего следует значение, поэтому member у меня будет параметризованный, чем он умеет парсить. И, соответственно, здесь идет p, и это функция. Окей. Собственно говоря, давайте потестируем. Так, где мой какой-нибудь очередной? А, вот, для member у меня тут тоже какой-то таблэд заготовлен в качестве примера. Так. РУВ. Так, как всегда, я, разумеется, забыл пробелы. Очевидно, что пробелы могут быть перед двоеточием. Давайте добавим. Что пробелы могут быть после двоеточия. Сюда мы их тоже добавим. Окей. Итого, корректные пары парсятся правильно, некорректные пары правильно не парсятся, и даже два мы считаем, что это не идентификатор, поэтому не парсятся. На базе этого понятно, как мы определим объект. Так. объект со значениями, которые парсят парсер P. Это, очевидно, последовательность, начинающаяся с фигурной скобки, заканчивающейся фигурной скобкой, а внутри у нее собственно соответствующий член, которую мы получим СП. Вот. Давайте посмотрим. Так. Подождите, я не определил звездочка SEC. Оу. Оу, подождите, тут должен был быть DFM. Немного сошел с ума, да? Так. Отлично, смотрите. Пустой парсим, все вполне как ожидается. Вот. Парсим из одного, из двух и так далее, из произвольного совершенно количества. Вот. Правда, нам хочется, наверное, получить из этого мап. Все-таки это естественное представление объектов в к ложе. Вот. И для этого, значит, мы получаем последовательность пар ключ значения. Вот. У нас есть последовательность. Вот мы ее сейчас сожрем. И что же мы хотим? Ну, давайте values назовем. Мне их выдадут. Так. Тогда я хочу reduce. Начинаю ни с чего. Values. И тут прям жуточная функция, которая передает пару из ключа и значения. И я ее... Да, пара ключа и значения и коллекция, в которую я собираюсь ее добавить M. Это, очевидно, должен быть ассок, которому уже знакомы в M. Добавить K и V. Так. Вот, наверное, так. Так. Откуда здесь квадратная скобочка? Неоткуда. Так. Ну, ок. Так. Взяли. Заредюсили. У нас есть values. А, да, здесь FN. Так. Я немного проиграл. Давайте узнавал. так. У меня есть знак. А, это один, поэтому я получил одно значение. Вот так вот я его получу. And not support. Подождите, где я использую? А, в неправильном порядке я указал аргументы. K и V, видимо. Вот так, да, отлично. Смотрим, у меня получились отличные клошевские мапы. Дальше здесь, конечно, это все можно немного упростить. То есть вот здесь вот K и V я применяю, я могу написать apply вот такой вот K и V, после чего в явной форме указать аргументы как-нибудь. Ну, FN мне не понадобится. Apply ASOC от процент один процент два. Так. нет, я где-то напутался скобочками. Так, вот, да, здесь работает. Ну, а дальше я здесь одно values тут же беру. Это очевидный вызов partial. Вот, к такому веселому reduce. О, отличным образом работает. А теперь, собственно говоря, что такое json. json сама по себе штука довольно простая. Вот, определяется, я ее буду рекурсивно. Let fn определю функцию parser value. Помните, мы с реком уже так делали? Тут то же самое. Вот, что же такое json-овское значение? В целом вещь довольно простая. Давайте я сразу же ее задержу. У меня есть несколько вариантов. Вариант номер один. Это может быть null. У меня для него все есть. Дальше это может быть число. Это может быть строка. Это может быть объект. Тогда значениями в этом объекте очевидно будет мое value. Это может быть массив. Элементами массива могут быть тоже json-овские значения. И вроде бы это все, что у меня есть в json-е. Так, теперь соответственно у меня есть value. Я хочу построить на него парсер. Так, у меня есть парсер. Я буду значит что он должен парсить. У меня там есть пробелы, поэтому я скажу, что это последовательность из пробела, с которым меня интересует нулевой элемент, из пробела и, собственно говоря, одного значения. Ну, хорошо, давайте еще пробелы в конце, вдруг они там понадобятся. Так, сейчас, let, так, где я проиграл? letfn должен был принять функцию. Вот он его принял вот с таким вот делаем. Функция называется звездочка value и вроде бы а, потому что json это не функция. Это определение. и вот можно проверить. Так, что вот это? А, нет, подождите. Это должно было быть корректный json, но не случилось. Так, еще раз, звездочка value, она принимает ноль аргументов. А, да, здесь ее нужно вызвать, конечно. Это же все-таки функция, а не значение. и смотрите корректный json, у которого соответственно массивчик. Первый элемент один, дальше идет объект, в котором по ключу а строчка hello, в котором по ключу b массивчик из чисел один, два и три и в конце последний элемент null. То есть это совершенно честный json и при внимательном рассмотрении он гораздо проще, чем то, что мы писали раньше, если пользоваться ранее написанными вещами. То есть вот все определение json в сущности у нас выглядит вот так. Я возьму и честно скопипащу полное определение. Вот, целиком. Что такое null, что такое буковки, что такое цифры, что такое пробелы, вот, последовательности пробелов, числа, идентификаторы, строчки, соответственно, массивы, ну вот, пары идентификаторов двоеточие значения, объекты значения. Все. Это полное определение нашей грамматики для json. И оно гораздо больше похоже на грамматику, чем то, что у нас было в рекурсивном спуске. То есть там мы старались привести это к виду более-менее похожему на исходную грамматику, но это у нас не очень сильно получалось. Здесь же мы честно пишем идентификатор это последовательность из буквы и произвольного количества букв или цифр. Строчка это кавычка, последовательность не кавычек, кавычка и так далее. То есть мы бы могли фактически взять грамматику с сайта json и более-менее прямо ее переписать, не задумываясь о том, как оно устроено внутри. Вот самый нетривальный факт, что нам неинтересно, как устроены все более низкие уровни. Тут вот мы пользуемся только операциями с плюсиком, у которых есть четкие контракты. Это читает произвольный символ из перечисленных, это последовательность и так далее. Хорошо. А теперь давайте задумаемся над следующими забавными вопросами. Вопрос номер один. А что, если у нас грамматика неоднозначная? То есть мы можем попарсить более чем одним значением. Как по-вашему, сколько мне придется всего изменить, чтобы это учесть? То есть я хочу теперь, чтобы у меня умел парсер возвращал не одно значение, полный парсер, а целое все возможное. То есть списочек из значений. нетривиальный факт заключается в том, что мне нужно будет переопределить буквально несколько функций. Потому что кто знает, что у меня происходит? Мне нужно будет сказать, что результат это набор пар из значения и хвоста. То есть сейчас это у меня просто значение и хвост, а там у меня будет целый список пар из значений и хвоста. Теперь давайте разберемся кому это интересно. Это интересно например парсер комбайн. Теперь у него на входе не одно значение, а куча возможных продолжений. Как он должен работать? Кто-нибудь может подсказать? Вот ему говорят, что мы можем попарсить вот такие префиксы, вот оставив вот такие то хвосты. Как ему породить все возможные значения для пары парсеров? Ну перебрать просто. Да, ему нужно перебрать все элементы отсюда. Вот, то есть сказать, что RA не один, а вот их целая последовательность. А дальше сделать ровно то же самое и просто сконкатенировать списки. При внимательном рассмотрении это просто получается flat map. мы для каждого элемента преобразуем его в список и эти списки объединяем. Окей. Следующий нетривиальный парсер это Aether. Напоминаю, что раньше он выдавал первый из которого позволяет попарсить, теперь он должен выдавать все возможные случаи. Как он это сделает? Вот у него есть, соответственно, два парсера A и B. будет добавлять список если успешно. На самом деле все еще проще. Он берет парсер A все его результаты, берет парсер B все его результаты и просто объединяет два списка. Все, он больше не делает ничего. А дальше при внимательном рассмотрении никаких других интеллектуальных парсеров знающих что-то об устройстве нашего внутреннего представления просто-напросто нет. Ну то есть, да, там есть такие продвинутые парсеры как Empty который совершенно очевидно что будет делать. Ровно то же самое что и сейчас просто возвращать будет не соответственно пару а список из одной этой пары. Ровно то же самое будет делать Char опять же будет возвращать список из одной пары если подошел либо пустой список если не подошел и все переопределив четыре функции я у меня эта грамматика будет допускать ну вот такие описания будут допускать неоднозначные грамматики и выводить все возможные варианты разбора хорошо следующий вопрос а могу я смотрите я описываю грамматику могу ли я например честно предпочитать в момент построения грамматики какие у меня символы могут идти дальше и так далее и тому подобное то есть могу ли эту грамматику как-то проанализировать очевидно когда она у меня записана кодом у меня никакой возможности сделать этого нет а когда она записана вот так то у меня есть возможности у меня есть описание грамматики и далее я могу ее соптимизировать сгенерировать код который будет ее исполнять оптимальным образом и так далее то есть за счет того что я явно описываю грамматику и не описываю фактически способ ее исполнения вот смотрите в этом коде вообще ничего про способ исполнения не сказано весь все указания на способ исполнения лежат уровнями ниже. Причем хорошо так ниже, я их там и могу менять. И, соответственно, за счет этого я смогу оптимизировать грамматики, делать с ними произвольные переразования и всякие подобные вещи. Отдельное описание. Да, у меня есть какая-то реализация этого описания, которое я могу отдельно оптимизировать, отдельно реализацию. Отдельно парсеры на ней основывающиеся и собирать реальный парсер из двух частей. Это вот явно не тот подход, который мы до этого видели в Java и в JavaScript. Мы определили кучу разных вещей и дальше просто стараемся описать задачу в терминах как можно ближе к предметной области. Здесь это у нас вполне получается. Есть ли вопросы? А насколько это все-таки дело эффективно будет работать? При правильной реализации это будет работать вполне эффективно. А в чем проблема? То есть, смотрите, да, с той же Java, на которую... Ну, смотри, это все зависит от внутренней реализации. То есть, еще раз, смотрите, здесь я фактически описал грамматику. Я никак не задал конкретную реализацию. Я ее могу написать, разумеется, с разной эффективностью. И та реализация, которая у меня написана сейчас, у нее эффективность так себе. Прямо скажем. Но никто мне не мешает написать вместо нее более эффективную реализацию. Как минимум, наверное, стоит начать с того, что вот здесь вместо целого мапа, который я каждый раз создаю на каждый чих, я как минимум буду создавать вектор из двух элементов или даже специальный класс и так далее. А дальше, при необходимости, на самом деле, я же могу сказать, что мне не нужен tail. Я же знаю, как он получается. Но получается из исходной строчки плюс смещение. Поэтому это будет пара и смещение в исходной строчке. И так далее. Вся прелесть того, что снаружи всем на это будет совершенно все равно. Определение JSON от этого ни чуточки не изменится. Я могу отдельно менять реализацию и отдельно менять грамматики. Они почти никак не связаны. Просто есть набор функций, про которые мы договорились, как они работают. Этих функций не очень много и они допускают очень эффективную реализацию. Более того, я честно могу написать внутри оптимизатор грамматик, который будет там таблично по следующему символу идти ровно туда, куда нужно. Вам это расскажут на третьем курсе в курсе, собственно говоря, формальные языки и грамматики. То есть я могу проанализировать грамматику и парсить ее наиболее эффективным образом. Это то, это такое признание, которое в Java я вообще не могу сделать, потому что у меня все задано кодом. А здесь это фактически не код, это данные. Еще вопросы? А можете напомнить, что вот ваша функция парсер делала? Функция парсер принимала парсер и сказала, что он должен парсить строчку целиком. Дописывала в конец символ с кодом ноль и проверяла, что мы до него дошли. То есть я не хочу, чтобы так, сейчас сделаем я тут был пример, чтобы вот это считалось валидным JSON. потому что здесь еще какой-то мусор написан. Еще вопросы? Окей. Теперь небольшое развлечение, немного взрывающее мозг. Вот. И будет домашнее задание. Собственно, вопрос, могу ли я в кложу писать вот так? Нет. 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 Очевидно, это не валидный в кложу просто-напросто синтаксис и он никогда не отработает. Вот. Более того, я не могу пока это значение, я даже никак не могу его преобразовать. Потому что его просто невозможно вычислить. Вот. Но нам хочется работать с кодом, как с данными. И мы это уже обсуждали, что мы можем здесь поставить кавычки и начать это как-то интерпретировать. Но это настолько распространено, что в кложе есть специальный механизм для этого. Называется макроса. Def macro infix значит он примет а операцию и b вот в качестве своего ну он возьмет аргумент, разделит его на а операцию и b после чего вернет операцию применную к а и b и можно проверить, что infix от 10 плюс 20 благополучно самому разум равно 30. то есть я просто с макросом сказал, что я хочу вот такой код преобразовать вот по этому правилу. Вот. Часто мне внутри хочется какие-то вычисления и не писать лист. Вот. Для этого есть синтаксическая кавычка это обратная не прямая одинорная а backquot которая под escape вот. И явно подставить значение операции a и b. это тоже будет работать. Хорошо. Будет ли это работать вот так? Ну нет. Похоже, что да. Да, действительно, это будет. Потому что мы здесь b, очевидно, у нас будет 20 плюс 30. Мы его сюда подставим это некорректное джавовское выражение. ложевское выражение. Что мы с этим можем сделать? Ну, еще немного infx обернуть. оборачивать каждый раз фэнфикс это, конечно, неприятно. Поэтому, давайте, я лучше внутри infx я буду вызываться рекурсивно. То есть, у меня будет выражение export. Вот. И внутри мне понадобится функция let fn. Ну, назову ее convert. Вот. И, соответственно, она будет получать, опять же, какое-то выражение e. что она будет делать? Ну, давайте разберемся. Если это список, то нужно преобразовать ровно по этому принципу. Ну, давайте я через let напишу. Соответственно, let a op b это, очевидно, мой список e. И верну ровно то, что мне здесь было надо. Только операцию я не буду, очевидно, преобразовывать. От a и b я тоже хочу преобразовать. Convert a и convert b. Окей. Так. В противном случае я просто верну значение a. То есть, я даже здесь if могу написать else e. Так. скобочка от этого, скобочка от... Подождите. Так, мне говорят, что я где-то со скобочками напутал. Так. Еще раз. Let e. Так. Это скобочка от конверта. Да, это квадратная скобочка. И теперь я должен сконвертировать выражение. Convert. Давайте проверим. Смотрите, отлично шоу-разум работает. Следующий замечательный вопрос могу я написать вот так? Нет, потому что a это неизвестно что. Давайте определим какое-нибудь a. Например, с помощью лета. Не важно как. Это будет все прекрасно шоу-разум работать. Вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть строчек позволяют нам писать в кложе в инфиксном стиле. За счет макросов. Честно, преобразовав один наш код в другой наш код. Сколько у вас времени вы потратите на то, чтобы преобразовать во что-то программу на Java или на JavaScript? Боюсь времени даже на то, чтобы ее попарсить у вас идет очень-очень много. А здесь вот так вот совершенно буднично и цинично мы все делаем. Вот. В примерах сегодняшней лекции есть четвертый раздел макро. В частности, там есть, например, замечательное описание макроса для грамматики, в терминах которого JSON записывается следующим образом. Вот, мы говорим, что это грамматика, что null это последовательность из символов null и так далее. То есть, то же самое, что и раньше, только теперь символы мы можем указывать по отдельности. Каждый такой отдельно указанный символ считается плюс чар с этим самым символом. То есть, мне не нужно писать плюс чара, я просто пишу отдельные символы. Вот. Дальше, вместо того, чтобы явно определять функции, если я этого не хочу, то, соответственно, я просто пишу определение и соответствующие, ну вот, дилей мне все-таки приходится расставлять руками, хотя, если бы я не совсем не заботился об эффективности, я бы к каждому вызову прилепил бы дилей, это бы тоже отличным образом работало. Но, надо признать, что здесь это не то, чтобы кардинально сокращать то, что было у нас, потому что исходную запись действительно сократить довольно сложно. Она содержит только определение, что такое JSON. И ничего особо лишнего в ней нет. Вопросы, пожалуйста. Насколько макросы осуждаются в Clojure? Насколько что? Насколько макросы осуждаются в Clojure? В Clojure макросы не осуждаются. Это совершенно нормальный механизм обработки и генерации кода. Собственно говоря, при внимательном рассмотрении почти все специальные формы это просто-напросто макросы. Еще вопросы? Так. Окей. Домашнее задание. Сейчас. Видите ли вы домашнее задание? Да. А, отлично. Так. Значит, в простом варианте вам нужно будет реализовать функцию parseObjectsAffix, который, конследуя своего названия, должен парсить объектные выражения, записанные в постфиксной форме. Вот. Для желающих использовать readString могу заранее проспойлерить того, что вам будут подаваться на вход некорректные клоуровские выражения. Короче, readString использовать нельзя. Это все равно не заработает. Вы должны пользоваться ту библиотечку комбинаторных парсеров, которую мы рассмотрели на сегодняшнем занятии. Вот. То есть, вы можете целиком и честно ее взять, скопировать себе совершенно произвольную часть и ее использовать. Не надо пытаться писать ее с нуля. Нужно признать, что там вот самые сложные функции типа either и combine там очень легко набагать. Проще скопипастить и оставить как есть. Вот. Далее вам нужно реализовать функцию toStringSuffix, которая преобразует выражение в суффиксную форму. Вроде бы все понятно. В сложном варианте infixная форма и toStringInfix. Вот. При этом соответственно вы должны учитывать приоритеты операций, то есть построить честную грамматику. Вам не гарантируется полноскобочная форма во входе, хотя в выходе вы должны выводить выражение именно в полноскобочной форме. Вот. Далее вы можете погнаться за бонусным вариантом и добавить возможность обрабатывать ошибки. На самом деле это делать тоже не так сложно. Вам нужно будет сделать фейл, который говорит, что здесь произошла ошибка и дальше научить эти фейлы обрабатывать такие функции как Combine и Raider. И если вы это сделаете правильно, то можно будет вообще говоря ничего другого и не менять. Но для того, чтобы понять как это сделать, нужно все-таки повернуть голову определенным образом. Этого я не могу требовать от всех, зато могу попросить соответствующий бонусный вариант. И еще раз повторюсь, функции разбора должны базироваться на той библиотеке, которую мы сегодня рассмотрели. Взять, скопипастить и использовать. Есть ли вопросы по домашнему заданию? А мы же вроде сейчас рассмотрели инфиксную форму, но не рассмотрели как... В общем, там же всегда три аргумента. Мы не можем просто убрать скобки и это заработает. Еще раз что вы хотели? Сити. В общем, в инфиксной форме у нас мы не можем просто в кложе убрать скобки. Нет, ну то есть понятно, что рассчитывать на макрос из пяти строчек, что он вам позволит еще и учитывать приоритеты операции, которые в нем явно не прописаны, это было бы довольно странно. Да, то есть инфикс действительно работает только для полноскобочной формы. Но прямо скажем удивительно того, что его вообще можно написать в пять строчек, он работает хоть когда-то. Он просто берет и работает. какой-то совершенно забавный факт, который вам никак не поможет, если что, в домашнем задании. Вам честно, в домашнем задании нужно будет написать грамматичку. Тогда ладно. Но дальше вы сможете эту грамматичку использовать в инфиксе и он вам все преобразует как надо с учетом приоритетов операций. Впрочем, это тоже не входит в постановку домашнего задания. Еще вопросы, пожалуйста. Парсер должен возвращать выражение основанное на наших функциях, которые домашки. Так, да. То есть, в 11 домашке у вас, соответственно, был парс объект, который парс в стандартной докладовской форме, для какой-то же формы вы могли использовать readString и так далее. Здесь то же самое должно возвращаться, что и парс объект, только читать значения в других формах, ну и реализовать пару дополнительных функций. Еще вопросы? Хорошо, видимо, вопросов больше нет. Тогда, дамы и господа, у меня на сегодня все. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.